Искренняя благодарность вам, друзья, за поддержку, за вашу активность, за ваши лайки, репосты, комментарии, за подписки. Спасибо тем, кто включает уведомления на телефоне. Очень приятно. Важно распространить информацию, особенно когда над нашими головами в наши головы залетают снаряды информационной войны, откровенная дезинформация, пропаганда, что кремлевская, что либеральная, что западная, что украинская. Всякого хватает. Давайте разбираться вместе, что на самом деле в мире происходит. Вот, пожалуйста. Мексиканские картели раздают браслеты нелегалам, ожидающим в Мексике въезд в США, чтобы все желающие могли перейти через границу. Понимаете, да? Нелегалы, преступники, нарушители. Это, по американским законам, это так же плохо, как торговать наркотиками или оружием, или снимать детскую порнографию, воровать. Эти люди в открытую организовываются. Они раздают друг другу браслетики, ведут списки. Так, кто с нами, так, вот эта группа такая-то, идите вперед, вы следующий, вы следующий. То есть организованная работа. Знаете как? Организованная преступность. Журналисты уже называют это прямой организацией вторжения. Джо Байден и демократы поддерживают данное ноу-хау. Очень интересно разворачивается ситуация на американском континенте. На самом деле сейчас, с точки зрения глобальной ситуации, мировой ситуации, речь идет о том, кто же рухнет первым. Россия, может быть Китай, может быть Соединенные Штаты, может быть Евросоюз. Но на самом деле самая тяжелая ситуация, скорее всего, будет в Евросоюзе. Я предполагаю, что похожая ситуация наблюдается сейчас на севере Африки. И на фоне голода огромное количество беженцев из арабских стран двинется в Испанию, Францию, Германию, Италию. Что они с ними будут делать, одному богу известно. Может быть давить танками, фиг его знает. В Америке вот тоже готовят, но это скорее будет использовано для внутриполитической борьбы. Мы знаем, что через два года выборы не только в России, но и в Америке. И там Трамп будет сражаться с каким-то кандидатом от демократической партии. Мое предположение, что у Трампа вообще есть договорняк с Путиным, и Трамп победит. И Путин за это надеется получить снятие определенной части санкций. А взамен этому он помогает элитному клану Трампа сейчас бешеной бабки зарабатывать на нефти и на вооружениях. В Австрии, оказывается, уже давно с ноября прошлого года идет подготовка армии и населения к веерным отключениям электроэнергии. А в Испании объявили о примерно таких же мерах только на днях. Похоже, что-то веселое в Европе намечается. Еще раз. С ноября прошлого года. Никакой украинской спецоперации не было и в помине. Почему в Австрии армию и население готовили к веерным отключениям электроэнергии? Это вообще в голове не укладывается. Зачем? Что? Почему? Ну вот вы понимаете, что такое веерное отключение электроэнергии? Ну вот представьте себе, что у вас в доме несколько недель, ну хотя бы несколько дней не будет света. или на протяжении месяца свет будут отключать каждую ночь. Например, в 9 вечера свет отключается полностью, и до 7 утра света нет. Это в 21 веке, это очень странно. Ну то есть если вы живете где-то в глубинке, если вы живете в моногородке каком-нибудь или в селе живете, это еще возможно. Я помню, где-то лет в 15 в нашей подмосковной деревне перестали отключать электричество, а раньше любая гроза, ветер сильный, какая-нибудь ветка упала на провода и все, или света нет. Это было довольно регулярное явление, но оно уже давно в прошлом. Это было почти 20 лет назад. А сейчас в Австрии, одной из самых развитых стран Европы, почему-то готовится к подобным ситуациям. В иранском городе Абадан ночные антиправительственные протесты переросли в драку и стрельбу. Иран вообще считается такой очень закрытой страной, очень закрытой. Там не допускается какое-либо... Вроде считается, что не допускается свобода мысли, они там живут за железным занавесом и так далее, и так далее. А вон оно как оказывается. Там мощнейшая политическая борьба. Там мощнейшая оппозиция. В любой момент Иран может сделать все, что угодно. Тысячи активистов вышли с антивоенными лозунгами, опасаясь масштабного голода из-за взлетевших цен на продукты и начала войны с Израилем. В ход шли кулаки и оружие. В Иране массовые протесты против действующей власти. Встречный вопрос. А у них есть какие-то реальные основания? Иран собирается напасть на Израиль. Грядет большая арабо-израильская война на Ближнем Востоке. За Израиль наверняка вступится Америка. А израильтяне, арабы... Ну, то есть, простите, арабы... Это и Иран, и Ирак, и... Саудиты, и Египет. Они же могут единым фронтом воевать против. Ну, то есть, что там вообще происходит? К чему готовится Ближний Восток? Абсолютно... Крупицы какие-то информации проскальзывают в информационных сообщениях. Итальянская Ennispa и испанская Repsol SA возможно со следующего месяца начнут возить нефть из Венесуэлы в Европу. Нефть будет поставляться в счет накопленных долгов Венесуэлы. Радрешение США получено. Венесуэла очень долгое время была под санкциями. Я напомню, что два месяца назад американцы попытались с Венесуэлой о чем-то договориться. Венесуэла сказала, мы очень ценим дружбу с Россией. Мы не готовы с вами дружить, америкосы. Вы нас долгое время предавали, идите вы нафиг. Это было официально заявлено. А теперь вон оно, как выясняется, интересно. Венесуэльскую нефть будут использовать, чтобы отказаться от российской. Если этот план будет реализовываться, чем больше будет венесуэльской нефти, тем меньше будет денег поступать в Россию. А я напомню, это те самые деньги, из которых платятся зарплаты бюджетникам, и полицейским, и росгвардейцам, и учителям, и чиновникам. Это те самые деньги, на которые живет страна. Других денег у нас почти нет. Согласно данным, опубликованным лондонской газетой Sandy Times, греческие судоходные компании используют борт-борт, чтобы скрыть транспортировку российской нефти. Выводы газеты показали, что греческие порты стали горячей точкой. Количество перевалок в порту Каламата выросло на 20% за один месяц. Во всей этой истории интересно, что иранский Ксир, а мы только что говорили, что в Иране там вообще-то антиправительственное волнение, грабят именно греческие нефтетанкеры. Греция переваливает российскую нефть, то есть они берут, российскую нефть покупают, потом в море пишут, что это уже не российская нефть, а какая-нибудь другая, греческая или иранская, любая какая-то другая, типа уже не под санкциями. И можно ее уже продавать кому угодно, хоть в Италию, хоть в Испанию, хоть во Францию, уже никаких санкций не будет. Негодующие итальянцы атакуют министра здравоохранения. Выглядит это, конечно, довольно эпично. Это, конечно, неоправданно. Возьмите внимание, на какой скромной машинке. Какой-то, по-моему, Вольксваген синего цвета. Разве что это машина министра? Разве что это машина организатора коронависия? Так, слушайте, святой человек. Если это не Роллс-Ройс, не Бентли, то человек весьма скромный и, наверное, набожный. Если без шуток, то непонятно, что там такое произошло. Очевидно, полицейское отцепление там было заранее выставлено. Возможно, демонстранты заранее предупредили, что они пойдут протестовать. Но реакция людей говорит о накипевшем. В чем же дело? Оказывается, министра здравоохранения страны атакуют за катастрофическую программу ограничений и кампанию по массовой вакцинации. Люди разъяренно кричат ему убийцы и пытаются добраться до его служебного автомобиля. Не знаю, как давно это происходит, сколько они уже ему угрожают и так далее. Почему их тогда не арестовывают, если они такое себе позволяют? Это же угрозы, самые настоящие угрозы. И нападают на него не где-то там в правительственном квартале, я так понимаю, это обычная какая-то дорога, обычное шоссе. Странно, странно, интересно. Основатель CNN Тед Тернер не против ограничить численность населения на 2-2,5 миллиардов человек. Напомню, сейчас на Земле проживает более 7 миллиардов человек. Изменение климата — это симптом перенаселения. Нам нужна депопуляция. Это то, что мы не можем потерять. Вот прямая речь. Климатические изменения — это только симптом. Перенаселенность планеты — это корень всех зол. Нас слишком много, надо, чтобы нас стало меньше. Это повесточка, которую Римский клуб разработал еще в 60-х годах, чтобы усадить за стол экологических переговоров Соединенные Штаты и Советский Союз, блок Варшавского договора. И в итоге Советский Союз развалили, замедлив его развитие. И сейчас эти идеи цветут и пахнут. В том числе вперед, ребята. Коронавирус, голод, засуха. Перемещаемся поближе к нам. Пограничники Киргизии и Таджикистана вступили в перестрелку на общем участке границы двух государств в Баткенском районе. С обеих сторон есть раненые. Это длится уже где-то полтора года. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Постоянно между ними какие-то конфликты. Постоянно. И об этом, опять же, почти никто не говорит. В любой момент там вспыхнет полномасштабная война. И куда двинутся все эти люди? К нам, в Россию. Они будут побираться, они будут искать работу, они будут грабить, потому что им будет физически нечего есть. В Ташкенте серьезно подорожал хлеб. Так называемая буханка еще вчера стоила 1600 суммов, а уже сегодня ценники выросли до 2800 суммов почти в два раза. Инфляция по году в Узбекистане ожидается 11%. Голод грозит не только Мексике, Алжиру и другим не очень развитым странам, развивающимся странам, как это называется. В Средней и Центральной Азии грядут такие же движения. И куда денутся все эти люди? И как Российская Федерация к этому готовится? А, она, наверное, радуется. Наконец-то мы скажем, что численность населения России растет. Не по дням, а по часам. Еще одна интересная глобальная история, о которой мало говорят за событиями на Украине, ее мало кто заметил, но мы коротко ее упомянем. ЛГБТ-фестиваль глобального масштаба. Весь цивилизованный мир объявил месяц гордости. Как вы понимаете, речь об ЛГБТ. Родители уже объединились в движение сопротивления этому месяцу гордости. Вот такой у них символ. Типа сверху падает ЛГБТ-шная радуга. Я напомню, что есть обычная радуга. Считаем цвета. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Здесь одного не хватает. Где сидит фазан? Голубой пропущен. В ЛГБТ-радуге нет голубого цвета. Если вы видите радугу, но на ней есть голубой цвет, не спешите ни с кем ссориться, ругаться. Это просто радуга. Если же цветов не хватает, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Синий, фиолетовый есть, а вот одного не хватает. А вот сам флаг этой ЛГБТ-гордости, месяца гордости, очень интересный. На нем добавился флаг Украины. Вот вы видите здесь все цвета, почти все цвета радуги. И внезапно здесь затесались цвета желтый и синий. Это не в честь синдрома Дауна, у которого такие же цвета, это ленточки в поддержку синдрома Дауна. А синий и желтый добавили ради Украины. Помните, когда-то был такой мем, кто-то на пропагандистских передачах ляпнул. ЛГБТ-инструкторы НАТО. Потом над этим много смеялись, много издевались. И вот оно, оказывается, как повернулось. ЛГБТ и украинцы, единство, братство, гордость, гордись, что ты не русский. Ну и напоследок еще одна замечательная новость. Канадский, кто он там у них, президент или премьер-министр, все время путаю. Трюдо о своем решении декриминализировать героин, фентанил и кокаин. В Канаде будут разрешены наркотики, очень серьезные наркотики. Мы следуем науке. Министерство здравоохранения Канады рассматривает запрос Ванкувера о декриминализации всех наркотиков. Он может стать первым городом в стране, где хранение веществ не будет считаться преступлением. Это еще одна обнадеживающая и важная веха на пути к полному внедрению ориентированного на здоровье подхода к употреблению психоактивных веществ в городе Ванкувер, заявил мэр в своем пресс-релизе. Друзья, что думаете об этом глобальном бардаке? Пишите в комментариях. Мне кажется, что все эти моменты и грядущие волны пандемий, и засуха, и голод прекрасно ложатся в одну главную логику, логику депопуляции. Они считают сотни миллионов, даже миллиарда людей лишними на этой планете. Надо оставить гораздо меньше. И они делают все, чтобы это стало реальностью. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вместе мы села, вместе мы победим. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok